всем привет это Инна Шварцева и мы начинаем сегодня лепить новую интерьерную куколку из living doll living doll это запекаемый пластик можно использовать его или использовать любой ваш запекаемый пластик которым вы привыкли работать для того чтобы сделать куклу нужно обязательно предварительно нарисовать эскиз с эскизом вы будете придерживаться пропорций и сделайте гармоничную куклу потому что красота куклы она всегда в пропорциях соблюдение пропорций мы будем делать куколку 24 рисовать эскиз и делать куколку 24 25 сантиметров она выйдет плюс-минус все равно немножко отличающиеся но придержатся мы будем эскиза и тогда кукла получится гармоничная и что хочется сказать берем за основу всегда в роста одну голову и измеряется рост в головах у ребенка 4 головы вмещается в рост у взрослого человека ростом и тер 88 гол у ребенка 4 раз два три 4 головы и у ребенка тело всегда длиннее относительно ног у взрослого либо ноги немножко длиннее за счет голени либо одинакового размера у ребенка тело всегда не много длинее поэтому мы берем сейчас миллиметровую бумагу потому что на ней удобнее всего рисовать и начинаю рисовать нашу будущую куклу будем рисовать мы ее как передом так и сбоку за основу берем голову как мы уже сказали и голова у нас размером 6 сантиметров миллиметровой бумаги одна клеточка это один сантиметр один сантиметр 6 сантиметров делим голову пополам то есть 6 сантиметров делим пополам это будет половина от нее в стороны отступаем по 2 сантиметра от этой центральной линии точки середины отступаем по 2 сантиметра это будет ширина лица и плавно и аккуратно соединяем легко эти линии пока Мы не наводим, потому что мы посмотрим, как это будет, как у нас нарисуется. И потом, когда уже нам понравится, мы сможем навести эти линии более четкими и более яркими. И рисуем голову чуть-чуть шире. Вот здесь 2, и здесь 2, и 1, скажем, добавляем 1 мм и соединяем это все в верхней точке. Это у нас будет голова. Когда голова делится пополам, у нас делится, тогда она делится на лицевую и мозговую часть. То есть обязательно должна быть у куклы мозговая часть головы, потому что, когда не лепят голову, лепят неправильные размеры головы, эта кукла выглядит, как инопланетянин, и это некрасиво. И глаза, и все лицо у нас уже будет расположено ниже этой линии, но мы об этом поговорим попозже. Теперь это точка 6 у нас обозначается. Следующая точка 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть это будет точка середины тела, так как мы говорили, у детей тело немножко длиннее, и 3 точки, 3 см от этой точки у нас будет заканчиваться тело. Вот эта точка, которая мы обозначим цифрой 12, то есть 12 см от верхней точки, это будет пуп. Пуп у нас всегда расположен на линии талии, но так как у детей талии особо нет, мы здесь сделаем 2,5 см. Над ней поднимемся на 2 см, сделаем 2 см от центральной линии, и от центральной линии в области плеч тоже сделаем 2 см. Шея у нас будет от центральной линии, отступаем один и еще один, то есть 2 см шириной. И эти точки мы должны соединить, но соединить мы будем не вот так, мы будем их соединять, то есть не квадратом, а вот здесь мы будем сглаживать этот угол. Вот так. Соединяем. У нас получилось шея и плечи. Затем эти две точки соединяем и идем в тело, расширяем немножко его, и опускаем вниз до точки 12 плюс 3, это у нас будет 13, 14, 15 см, это у нас длина тела, опускаем вниз. Вот мы нарисовали тело. Эту куклу можно делать как интерьерную статичную на проволочном каркасе, так и сшитым телом. Вы когда имеете эскиз, вы дальше просто от этого эскиза можете уже отступать, придерживаясь пропорций, либо можете вообще делать разных кукол. Можно сделать бадуарную куклу с сшитым телом, можно сделать статичную куклу на проволочном каркасе с телом и синтепоном. Мы будем делать на проволочном каркасе с синтепоном. Дальше. Вот у нас здесь 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это третья точка, 18, это третья голова, то есть первая, вторая, третья голова, 18. Под этой точкой у нас будут коленки. Мы отступаем от этой точки 18 по 5 мм. И затем вот эту точку, которая у нас там, где начинаются ножки, точка 15, от нее мы идем к коленкам сюда. От центральной точки 18 отступаем раз, два с половиной сантиметра, еще раз, раз, два с половиной сантиметра, то есть от точки 18 отсчитываем два с половиной сантиметра и соединяем эти точки. Смотрим, как нам. Вроде бы как широковато и хочется немножко сделать уже ножки, поэтому мы возьмем и соединим вот так. Посмотрим теперь, как будет так. И так вроде бы как лучше. Вот так мы и оставим. То есть от точки 18 мы в одну сторону идем 2 см, и в другую сторону идем 2 см. Это будет ширина бедра. И мы еще пробуем, смотрим, как нам понравится и как мы захотим сделать. Затем мы делаем коленки, опускаемся на полсантиметра немножко вниз, и еще делаем как бы внутреннюю часть коленки. Внутреннюю часть коленки сделали и опускаем линию. Это еще где-то сантиметр прибавляется. От точки 18 вниз идем еще 6 см. 19, 20, 21, 22, 23, 24. И вот точка 24. Здесь у нас должны заканчиваться ножки. Мы сделаем, отступим от точки 24 по полсантиметра, и полтора сантиметра сделаем как бы вот такие стопы. Затем поднимаем на сантиметр с одной стороны, ой, полсантиметра, извините, 5 миллиметров поднимаем и делаем вот такие как бы тапочки, у нас будет в обуви. И теперь нам нужно нарисовать голени. От центральной линии отступаем от точки 18 2,5 см. Раз, два, с половиной. И идем в сторону раз, два, с половиной тоже. Смотрим, как это будет. И идем к ножке. Хорошо получается. То есть от точки 18 2,5 вниз опускаемся и идем раз, два, с половиной тоже в одну сторону, раз, два, с половиной тоже, в другую сторону. Соединяем и соединяем. На расстоянии 23 см, то есть 1 см от точки 24, мы делаем стопы. Да, и теперь нам нужно нарисовать икроножные мышцы. Что мы должны знать, когда мы делаем или лепим, или рисуем ноги? Всегда икроножная мышца расположена... Вот у нас с одной стороны есть как бы выемка наружу, а икроножная мышца идет внутрь. И всегда икроножная мышца расположена относительно высшей точки голени вот так. То есть вот высшая точка наружной части голени здесь, высшая точка икроножной мышцы ниже. Это важно. Потому что эту часть ноги мы будем лепить. То есть от точки 18 мы отступаем еще 3 клеточки вниз и сделаем здесь высшую точку икроножной мышцы. икроножная мышца. Что можно сказать по поводу рук? У взрослого человека длина руки обычно доходит до середины бедра. Если мы сделаем, так как у нас тело удлиненное, и сделаем руки до середины бедра, эта рука будет слишком длинная. Она будет похожа на обезьянку. Поэтому от точки 15 мы отступаем вниз еще сантиметр и рисуем на этом уровне две такие линии, которые у нас ограничат длину руки. Затем рисуем плечи сантиметр в сторону от линии тела. Делаем такие полукруги. В области талии, где у нас проходит пуп, у нас и ручки делятся пополам. То есть здесь у нас локтевой сгиб. Мы ведем сюда ручку до этой длины. Затем мы сделаем длину руки вот до этой линии, то есть до точки 15. И теперь рисуем кисть. И она у нас получилась немножко ниже этой линии. Сейчас я посмотрю, как это. Зрительно получилось даже правильно, потому что если мы с вами сделаем кисть выше, это будет непропорционально и неправильно. То есть от точки 15 длина кисти будет как раз на середине бедра. Но так как у куколок ладошки небольшие и пальчики короткие, она у нас и будет за счет этого выглядеть аккуратно. То есть мы немножко, где-то полсантиметра вылезли за ту границу, которую мы обозначили длиной руки. Можно будет немного поднять вот так. То есть вот у нас есть теперь эскиз куклы. спереди. Теперь мы должны нарисовать эту же куклу сбоку. И делаем то же самое. Расставляем точка и длина головы. Вот точка. И теперь рисуем как бы такое. Отступаем с одной стороны 2 сантиметра, а с другой стороны пусть будет 2,5. И рисуем как бы такое яичко. Там, где половина, мы отсюда делаем скос больше вперед. И там, где подбородок, соединяем эту линию. То есть вот такое. От центральной линии, опять же, от этой точки, в одну сторону. 2,5, в другую 2. Там, где лицевая часть, мы просто опускаем вниз. Немного можно отсюда ее завести. И здесь рисуем яичко. Не нужно делать только скошенные. Не рисуйте это скошенное, потому что вы потом такую голову и сделаете. Похоже на куриное яйцо. По форме. Там, где линия лица, вот она у нас. Вот у нас все лицо. Оно должно будет поместиться вот в этом квадрате. Затем мы должны нарисовать шею. И вот отсюда мы рисуем тело вот до этой точки. Немножко животик уводим вперед. То есть там, где пупок от центральной линии 2 сантиметра в одну сторону, 2 сантиметра в другую сторону. И такой получается толстячок. Там, где заканчивается тело, начинаются ножки. Мы ведем до коленок. Вот мы ставим точку, как мы рисовали, на уровне тех коленок. И здесь эта точка, если вы видите, коленка заканчивается. То есть вот так идет коленка. И затем голень идет чуть-чуть назад до этой длины. То есть основное мы нарисовали. Теперь мы просто как бы переносим с одной стороны на другую. От точки коленки 1,5 сантиметра. От линии голени где-то у нас тоже 1,5 сантиметра. И обычно у людей длина стопы равна длине предплечья. Здесь у нас предплечье получается 1,2,3 где-то сантиметра. И так же мы нарисуем ножку. Вот так у нас ножка, пяточка чуть назад. 1,2,3 сантиметра. Это у нас должна быть ножка на выходе вместе с обувью. Потому что если мы сделаем больше, это будет уже слишком большая лапка. Но и кукла должна быть устойчива и пропорциональна. Поэтому икроножный выступ идет параллельно тоже. Икроножного выступа. И вот так получается у нас куколка сбоку. Руки мы не рисуем. И рисуем мы сбоку для того, чтобы соблюдать объемы. Затем мы будем лепить руки чуть-чуть ниже линии локтя. Ноги чуть-чуть ниже колена. Мы будем лепить голову и мы будем лепить шею. Здесь тоже самое шея, нога. Все, эскиз нарисовали. Дальше мы будем обсуждать с вами пропорции лица. Про тело мы с вами основное сказали. Сказафера пропорции лица. Мы разделили голову пополам. Все лицо расположено ниже линии, которая делит голову пополам. От этой линии мы отступаем ровно половину. Это будет нижняя граница носа. Мы переносим ее сюда же. Линию от нижней границы носа до подбородка делим пополам. Это у нас здесь полтора пополам, где-то по 7 миллиметров. И опять же переносим ее сюда. Это линия, разделяющая губы, то есть линия рта. Глаза мы располагаем от линии, деляющей пополам, до линии. Значит, у кукол глаза должны очень красиво и мило смотрятся, когда они расположены широко друг от друга. У взрослого человека на лице помещается 5 глаз. То есть вот есть один глаз, другой глаз, между ними глаз, и тут еще по глазу, по бокам. У кукол, если мы сделаем так, это будет слишком, ну, они выглядят слишком пассажные. То есть нижняя века мы делаем по линии нижней, верхняя по верхней. Чуть-чуть шире расставляем глаза, где-то на 5 миллиметров с каждой стороны. И рисуем глазки. Вот так нарисовали глазки. Под линией, которая делит голову пополам, будут брови. Под ней, прям под ней. Ни на ней, ни выше нее. Это очень важно. Нижняя граница носа и рот. Рот у нас обычно по ширине, у детей соответствует ширине носа. У взрослых можно сделать рот пошире. У нас идет до зрачковой линии. Но если мы так сделаем кукле, а мы же раздвинули ей глаза и сделали шире, это будет очень некрасиво. И она будет похожа на маленькую жабку. Поэтому ротик делаем маленький, почти такой же, как нос. Нижняя граница носа. Это значит, вот у нас здесь же, переносим глаза сюда, сбоку, вот глаз. Переносится у детей очень смазана. Нижняя граница носа вот такая. То есть это не сам нос, который, а нижняя граница. И это делящий рот. И вот расстояние от нижней границы носа до губы у детей коротенькое. Поднимаем немножко губу вверх и рисуем маленький подбородок. Линия, которая соединяет нос, верхнюю губу, нижнюю подбородок проходит вот так. То есть это так должно быть. Когда вы будете лепить, мы будем обращать на это внимание. То есть вот основное мы с вами сделали. И теперь, придерживаясь этого эскиза, мы начнем лепку сначала с головы и затем будем делать все по очереди и постепенно.